С какой регулярностью у тебя происходят диалоги с теми же тренером, руководителями клубов, требующими или просящими перестановок в комендаторском цехе? Вот того убери, этого убери. Как часто это случается? Это разговаривает не со мной. Это разговаривает не со мной, а разговаривает с моим коллегой Чуковским, как правило. Раньше у меня была, к сожалению, где-то в процессе переезда с одного рабочего места на другое, я потерял, у меня была прекрасная подборка писем из грозненского телека. Я их хранил. Сейчас они, к сожалению, перестали приходить, и вот у меня пропало. Может еще где-то найдется. Знаешь, как из кабинета выскакивает из какого-то ящика. Хлоп, а вот она здесь. Но самое, конечно, было потрясающее. Я помню, что когда мы так немножечко просто для, что называется, декоммунизма показывали немножечко первую лигу в самом начале еще. Давно это было лет 6-7 назад. Терек как раз боролся за выход, и мы получили письмо. Я об этом уже рассказывал, правда. Было письмо замечательное. В связи с обострением турнирной борьбы просим вас временно не показывает домашние матчи команды Терек и Грозный. Это было написано там буквально. А так, ну, просто... Терек уже играл в пример лиге, да? Это было до. Это было до. Это как раз когда он играл в первой лиге. Я помню, были замечательные матчи с Шинником, у них там 4-3, 3-4. Ну, неважно. Много было весело, да. Вась, возвращаясь к твоей деятельности в конференциях, блогах, соцсетях, Многие говорят, что есть два разных Уткина. Один – это комментатор, высокоинтеллектуальный собеседник и рассказчик, ценитель поэзии. Другой – это обладатель коллекции известный. И жесткий посылатель в разные отверстия человеческого организма. Скажи, пожалуйста, как в тебе это уживается. И мучают ли эти мальчики кровавые виртуальные не являются под утро? Нет, мальчики кровавые мне не являются, потому что... Ну, как объяснить? Я даже не очень вижу, что здесь объяснять. Потому что... А мои родители знают третьего Уткина. А там, я не знаю, моя подруга может быть знает четвертого Уткина. Что здесь ненормального? То есть, я во всей его многогранности. Ну, вот я объясню, например, одну вещь простую. Когда я комментирую футбол, я, конечно же, надеваю маску. Безусловно. Это только моя маска, и другой ее одеть не сможет. Но люди включили телевизор. Не меня слушать. Футбол смотреть включить. Они должны знать, кто будет комментировать. Я должен для них прокомментировать футбол. Их, наверное, не интересует мое отношение к коллеге Ивановичу Романцеву, который со мной не общался. Я массу мальчиков прокомментировал, и, собственно говоря, я вообще не касался этой темы. Никаким образом. Если речь идет, допустим, о развернутой заметке, Тут тоже есть определенные свои правила, конечно. Можно тоже маской своеобразной назвать. Вот. Но если кому-то хочется судить обо мне по отрывистому диалогу с, в общем, достаточно случайно выбранной группой людей, Ну, это и будут отрывочные впечатления. Как вы, собственно, предполагаете себе составить мнение? Я, например, не знаю. Ну, наверное. Просто все мы периодически ходим в масках и по-разному выглядим, скажем, дома, на работе, в гостях. Просто, видимо, играет роль глубина разницы этой. Есть люди, которые не ожидают увидеть вот именно такую дистанцию. Им кажется, что ресурс становится подменьше. А есть ли какая дистанция? Я в обычной жизни употребляю немало матерных слов. И вообще, как-то раз мне звонили из одной газеты по поводу русского языка поговорить. Когда меня спросили, вот почему вы особенно, можно сказать, какую-то такую особенность вашего восприятия языка. Я сказал, что я всегда очень с большим интересом ценю, когда уместно и правильно выбранное неприличное слово вставлено в русскую речь. Не опубликовали. Странно. Мне тоже это показалось немножко странным. Кто был владелец газеты? Государство? Я сейчас не помню. Я не помню. По-моему, в московских новостях было. Вот. Довольно давно. В общем, явление высокохудожественного мата существует, и оно востребовано. Оно не просто востребовано, да. Но, опять-таки, вот часто спрашивают, легко ли не ругаться в эфире. Там вообще не приходит это в голову. Просто отключенная функция. Вот и все. Заканчиваем потихонечку. Мы на какой путь России, это я сейчас уже о макро говорю, равняться в футболе? Есть ли страна, чемпионат которой и устройство футбольное которой нам потенциально могут светочим маяком служить? Или мы вообще идем каким-то своим странным путем? Это слишком глобальный вопрос для меня. Потому что я не уделял большого внимания изучению того, как все устроено в разных странах. Но путь, к которому развивается российский футбол, мне совсем не близок. Совсем не близок. Потому что я все-таки вижу в первую очередь желание перескочить через несколько очень важных ступеней и сразу заняться каким-то очень большим и красивым делом. Такое иногда возможно. Но мне удивляет, что это какое-то такое общее настроение у людей, которые являются в данном случае локомотивами всего этого движения. Я не могу сказать, я даже не могу с ними на равных полемизировать по этому поводу. Потому что я не решал в своей жизни глобальных задач, в отличии, допустим, от крупных бизнесменов. Это даже не полемика, это очень серьезные опасения. Просто на житейском уровне серьезные опасения все-таки уже немножко пожившего и кое-что видевшего человека. Ну да, то, что у нас происходит, соответствует, я не помню, Черчилль сказал или кто-то там еще, про то, что можно короткое время. Много людей, длинное время. Да, обманывать. Небольшое количество людей, да. У нас, по-моему, третьего. Да, всех и всегда. А есть с той точки зрения выход из этого? Ты видишь, точка невозврата, она пройдена. А если нет, каким будет возврат? Должны ли мы обнулиться, упасть до уровня, отказаться от Халков и прочее? Мне кажется, что это все-таки происходит все в контексте вообще всего процесса в стране. Потому что я, честно говоря, не вижу развития спорта как такового. Может, какими-то очень маленькими островками. Наши успехи в спорте в последнее время, это вот как дзюдоисты на Олимпиаде, да, создается методом натаскивания руками дорогого и очень квалифициентного специалиста некая зондеркоманда. Которая на самом деле развитие в спорте, спорта в стране ничего не говорит. В конечном счете, конечно, всегда будет происходить то, что так или иначе это действительно некий спецназ. Но у нас за этим нет вообще совсем ничего. Совершенно нет ничего. И главное, что самое удивительное для меня в том, что даже здесь и благотворительность не переживается. Потому что настелили поля, в итоге на них играют наши с тобой ровесники за деньги. В самом себе тоже неплохо. Ну, надо как-то жить. Но делалось-то для другого. Можно было как-то совмещать. У нас сейчас есть прекрасный хоккей, за который кто-то заплатил. Прекрасный футбол, за который кто-то заплатил. А люди сами совершенно не готовы ни платить за что-то, ни участвовать в чем-то. Совершенно не понимают и не хотят понимать, что их все это касается. Насчет зондеркоманды. Я хотел бы сказать, что в биатлоне, знаешь, во Франции биатлоном занимаются в тысячу раз меньше людей, чем в России. А в Германии, скажем, в 10 раз меньше или в 100 раз меньше. Но тем не менее, у них зондеркоманды. Но на медали это работает. А о развитии биатлона во Франции это мало говорит, скажем. А у нас, наоборот, биатлон развит, но мы как-то все... В биатлоне происходит тоже немножко то же самое. Потому что вот сейчас есть несколько у нас губернаторов, которые хотят, чтобы к ним приехал Кубок мира. Поставили какие-то совершенно сумасшедшие комплексы биатлонные. А не надо такого комплекса. Прохоров об этом говорил. Согласен с тем, что другого пути, кроме как на каком-то этапе... Я не говорю сейчас о времени. Это может быть через 10, через 100 лет. Нам все равно придется упасть. И чем выше мы сейчас будем разогреты на этих деньгах, тем больнее нам придется отказываться от меньшей кондиции. Что другого пути просто не существует. Ну, я не вижу куда особо падать-то. Потому что сборная у нас через раз как выходила, так и выходит через раз. Куда-то, допустим, в футбольные. В хоккее мы сколько лет не выигрывали, все время что-то там рядом были. Сейчас выиграли. Куда нам упасть-то? В хоккее в дивизион будешь свалиться? Если убрать из наших ведущих клубов игроков на счет от 10 миллионов и выше, то они будут играть хуже, наверное. Да. А такое должно произойти. Потому что я не вижу людей, которые готовы, допустим, принять у «Газпрома зенит» со всеми его расходами и быть при этом частниками. Наверное, ты прав. Наверное, ты прав. Просто я думаю, что эта ситуация может произойти только в случае радикальной смены власти в стране. Раз, и сегодняшний день мы от всех отказывались. И с вами будет эволюционный процесс. Большое спасибо. У нас в гостях был Василий Уткин, которым мы попытались найти свет в конце туннеля. А уж как у нас получилось, судить вам. Всего доброго.